Поэтому надо передать сюда. Есть проблема в том, что если какой-нибудь другой компьютер начнет передавать информацию, например, тому же компьютеру, тогда возникнет коллизия, и изначально информация будет отличаться... Вопрошение данных передаваем. И это неудобно. Надо сначала либо предупредить все компьютеры, чтобы они никому не передавали и самому не передать, либо сначала отправить информацию, самому же ее прослушать и посмотреть, изменилась ли она или нет. Если она не изменилась, тогда все нормально. Если она не изменилась, тогда произошла коллизия, и надо через какое-либо время повторить... Случайное время, на самом деле, получается, по самому диапазону. Карточка ждет случайное время, через повторную передачу. Так. Вот так. Это довольно неудобно. Что происходит с такой сетью при возрастании нагрузки? Она будет при возрастании нагрузки. Ну понятно, что это у нас... Разрывается. 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 Не разрывается, она продолжает работать, но как? Положим, мы хотим, как всех сил, удалить данную сетью, где у нас 80, 80, 50 на 1 уровень. Мы работаем хорошо, а не так, что иногда власти тревуху друг другу кинем, привет, привет. Мы хотим работать хорошо. Что будет с производительностью сетью? Скорее всего, коллизия на блокбосочке будет. Загрушены поставить. Как будет вы, с точки зрения скоростей перерыва, чем это будет? Да, очень медленно. Очень медленно где? Для кого? Для... для всех, кто не передает. Проблема будет вот в этой среде. КПД для использования будет совершенно смешной. Вот если помните, я самая, например, у нас получится какая-то ерунда. У нас полное классное пропускание. Какая-то полезная информация, то время на полосок пропускает. Почти. Вот, смотри, мы начинаем передавать. В этот момент кто-то еще случайно влез, не успех нас услышит, возникла коллизия. Это мы все отменяем. Удавим какое-то время, начинаем передавать. Влезло еще органика, в станции у нас 80 штук. Кто-то влез в самом начале, все нам испортил. Опять все это дело, множество, опять полоза. И хорошо, если с третьего раза мы протекнули наш пакет информации. Итого, если в токен ринге мы видали, что у нас полезные пропособы эпизодов гуляния маркера получается практически полные, то здесь мы мучились, мучились, мучились. И за то же самое время сумеют протекнуть только один пакет данных. Это если нам повезло. Если нам повезло. Зависит от нагрузки сети только. Да. От количества. Чем больше сеть, чем больше нагрузка, тем меньше у нас общая интегральная производительность. Примерены вот здесь вот эти мережки. То есть если мы умеем там 10 мг. колозных, или даже 100 мг. колозных, по взрослому количеству станций нагрузки, у нас чуть ли не вот так все дело происходит. И при какой-то величине, в общем-то, все кончается. То есть сеть работает, но практически ей пользоваться уже невозможно. Эффективная скорость там вместо 10 мегабит, но дай бог, это уже не серьезно. Хорошо, что можно сделать в этой ситуации? Можно в этой ситуации, например, поставить один компьютер, куда будет посылаться сигнал, обрабатываться там и идти на другую комплютуру. Боюсь, что это не помогло. Это, да, это символом. Мы все равно упираемся вот эту вот веревку, когда все хотят на один отправить. Да. Что можно сделать? Еще. Можно использовать коммутаторы. Да. Что это такое и зачем оно нам нужно? Ну, коммутаторы нужны для того, чтобы создать счетчиками. Извините. Как они так делают? Коммутатор это... Ну, самый простой футбол. Самый простой футбол. Ну, это много сетевых хваток на коробочке. Да. У тебя. Кажа. Как, пожалуйста. Как раз? Ну, я... Ну, представьте, что партия имеет одинаковую. Скорее всего. Как проще? Ну, одинаково, одинаково, в разы с красными, для жителей, то вы решение еще от всей успеха выбирает. Подключается, например, к компьютеру. Хорошо. Сколько у нас компьютеров получается в сегменте конъединения? С кем мы можем спорить? Есть подключен компьютер? В сегменте конъединения у нас всего максимум 2 сидела вкладываю. Учитывая, что мы входим в респектурую пары, в которой есть одну паровую передачу одного приема, мы вообще можем спокойно и одновременно передавать данные сюда. По некой конъединения, чтобы не вытекать вообще. Вот что происходит? Так он перекладывает данные стартаркорды. Сюда. Вот. Платовый признак. Есть такая штука, была, точнее. Дмитрий. У нас прикинье принципиальный выпуск. Внешний вид видела от коммутата. Подделка что ли? Подделка? Нет. Он внутри представлял собой фактически вот эту самую веревку, на которой мы вешали компьютеры. собранную точку. Это был обычный концентрат. Вот он не помогал бороться с коллизиями и поймал. Он просто, например, на одну точку собрал. Он собрал и просто, например, транслировался вообще. Это была замена вот этого нашего длинного табеля, одиночного, на звезду. Просто удобнее прокладывать камень. А как здесь происходит? Сильно узорно. Человек макаживал, компьютер какую-то точку должны провести. Ну, конечно, как, конечно, ложь зависит. Какой признак у нас есть в каждой сетевой кладе? Мы называем макаживал. У нас в каждой сетевой кладе имеет макаживал. Здесь у нас есть комбийцы соответствия. Не написано, что там парку 1 присоединяет макаживал на такой-то, парку 2 такой-то и так далее. Макадресов на каждом парку может быть очень много. Соответственно, когда нам приходит пакет, мы смотрим, а куда мы его ретранслируем? На какой порт. Соответственно, не на всех причин, а выбирает, кто хочет. А конкретно, секретарно, когда 90 лет получает. Не мешает людям работать всем остальным. Соответственно, никто не мешает одновременно вот так работал, вот так работал. Какие проблемы у этой схемы получаются? Отсказываю. Можно не прицевать. Тогда пакет будет бегать по этой позиции адресации по кругу. Постоянно будет возникать ситуация, что можно куда-то перекинуть этот самый пакет, что у кого-то есть среди портового значения, этот матрес и побежали по кругу. Хорошо. Раскройте ситуацию по-другому. Вот у нас есть небольшой. Всяк. 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 Кошлют, то еще коллизии были. Там еще и коллизии. Так что это несомненно лучше, чем в рядущих. Разумеется. Тем более, что здесь можно еще и побороться. С коллизиями в сегменте вы ничего не сделаете. Это электричество. Это электричество. Мы должны попасть и попасть. Коллизии. Здесь мы приезжаем за портное значение. Ну, вот, грубо говоря, что произойдет, если вы все хором попытаетесь провожиться в году перед бегом? Ну, ладно, здесь сейчас 9 человек. Ну, если вся школа. Ну, если вся школа уманется, что получится? Ну, почему? Кто-то может, что-то первым. Ну, ладно. Ну, нужно по очереди. По очереди. По очереди. Очередь. First in, first out. Мы используем выбирать, который позволяет и порядочить пакет. Национальным образом можно засылать. При этом, вот, это вот принято исполнится на 100%. Ну, а тут есть шанс, что не все клиенты будут на 100%. Хорошо. А что можно сделать еще? Если у нас по клиентам, но все равно, даже если они по 5% используют. Еще несколько каналов провести. Сделать скоростные каналы для этой фермы. Два разных ответа. Еще коммутаторы. Это я с компьютера помогу. Два разных вопросов. Сделать еще. С увеличением коммутаторов. Ну, с увеличением коммутаторов. Хорошо. Мы все равно будем тихаться вот здесь вот. Тогда к нашему замечательному мощному коммутатору будут присоединять наш сервер. Что? Что с красным? С красным партнером. То есть этот конс сделать быстрейшим? Да, да. Хорошо, первый вариант. А, все равно они не будут работать полностью, так что на них тратить, сделать их слишком быстрыми? Да. А, у нас скоростной коммутатор. Да, у вас есть скоростной квадатер, который увеличивает скорость. Ну хорошо, это простое решение. А как сделать так, чтобы гарантировать, на нашем станции, бонусы пропускания? Потому что если мы делаем все одинаковые партнеры, то получаем забавную ситуацию. Если мы не управляем биоритетами заскопа, это достаточно многое занятие. Но у нас крупная станция, имеющая, скажем, скорость гигабит и сервер гигабит, может в какой-то ситуации загрузить порт сервера. Ну, сделать запасные порты сервера открыть. Через несколько портов в грузе сервера. Несколько портов могут сделать. Значит, вариантов два. Первый вариант. Порт сервера гораздо толще, чем порты сервера. Да. И причем он использует два таких толстых, допустим. Это первый вариант. При этом мы точно знаем, что ни одна рабочая станция, где они смогут загрузить этот порт полностью. Да, причем. Но вместе-то они могут суметь. Вместе могут. Поэтому мы можем добавить. Раз это портов. Больше того, 3-4. 3-4. Тогда они точно будут. Все равно могут. Все равно могут. Я скину, что 200. Поэтому в скоростные порты на современных коммутаторах для серверов один гигабит-то уже появляется даже здесь иногда. Уже появляется более 10 гигабитов. Четыре порта по 10 гигабит — это 40. Это 40. 40 гигабит. Мегабайты сами вы не считаете? В гигабайты. Пересчитаем или в мегабайт? На 8. 5 гигабайт в секунду? 5 гигабайт в секунду. Это же обослаться. На сколько передастся Минчестер, скажем, для простоты картины? Секунда за 2. А терабайты, допустим? Терабайт. А сколько перерьется? Ну, за 2. Ну, если считать тысячу, грубо говоря. 5 минут максимум. 200 секунд. 300 секунд. 300 секунд. 3 минуты, соответственно, за 2 секунды. Божество. Фокус в том, что он не передастся за это время, поскольку это больше скорости работы любого одиночного диска. У нас серия вата максимум дает в трон. Сколько? Ну, помню. Текущий стандарт. 6. Гигабит. 6 гигабит. Сколько это будет в гигабайтах? Ну, 6. 6 восьмых. Да, 6 восьмых. Ну, а... 3 четвертых. 0,75. Гигабайт в секунду. Гигабайт в секунду. Гигабайт в секунду. Гигабайт в секунду. Нет. Говори, но... С сравнением с... Такого канала не сравнят. То есть, такой толстый канал, в принципе, не сильно. Ну, забить его очень сложно. Практически нереально. Только если все пользователи разных ключей сохраняют, значит... Ну, да. Осталось понять, о чем это надо. Мы не знаем. Хорошо. Так. Чтобы забить этот канал. Ну, прижимте следы. Делаем бэкап диска C. Вопрос. А как мы можем использовать его? Ну, подключить несколько компьютеров. Несколько компьютеров. Несколько компьютеров, которые все пишут на один массив рейд. Точнее, рейд массив. Все будет в одной базе. Да, да. Часть ответа была. Хорошо. Все будет на одной базе. Ну, да. Почему выйдет? А? Очень удобно. Или даже поставить, допустим, три сервера на принятие, один сервер на отдачу, в зависимости от того, что нужно. Или два. Потом можно и принимать. Или два в день. Пожалуйста. Я рисовал какую игру. А, девять... Девяносто к десяти. Да. Девяносто к чтению, десять на записи. То есть, допустим, сделать три сервера, которые чтение дают, а один сервер, который поддерживает, тоже семечки не дают. Но и запись еще и делают. На самом деле, все еще проще. Вот у нас есть некая база данных, которую мы наложим с помощью сервера. Здесь у нас соединение, понятно, что они из армета пошустрее. Даже на десяти гигабит. Ну, шустро. Очень шустро. Очень. Очень. Здесь у нас бегут запросы в соответствующем соотношении. Девяносто процентов запросов у нас что? На чтение. На чтение, да. Если база данных у нас в заметной степени кэширова, на а-индексе, например, кэширов и навсегда, то отвечать, в большом офисном клиенте, мы сможем и на линейной скорости вот этого нашего очень полоского канала. Примерно так работают большие веб-сервера. Там вообще бывает соотношение тысяч к днам чтения записей. И практически на большой скорости клюют во внешнюю среду данность красных массивов. Так что культуризировать пропускную способность можно. Было бы желание.